Омикрон наступает. Как защититься от вируса? Модный базар. Московский дизайнер Инна Гриор представила саровчанам новые коллекции. Следите за языком. 3 февраля – день борьбы с нецензурной бранью. Далее расскажем обо всем подробно. За первую неделю февраля количество заболевших новой коронавирусной инфекцией существенно выросло. Ежедневно в Сарове фиксируют около 500 положительных ПЦР-тестов. В настоящее время ситуацией завладел штаммомикрон, пояснила Ирина Макарова. Его инкубационный период значительно короче, чем у предыдущих вирусов. Как правило, он длится не более двух дней. В какой-то мере успокаивать должна всех ситуация, что тяжесть заболевания в подавляющем большинстве не должна быть очень тяжелой. Многие пациенты переносят эту инфекцию в легкой форме, а иногда даже в бессимптомной. Многое выявляется пациентов, которые просто были в контакте. И контрольные обследования выявляют именно наличие вируса в организме. У заболевших штаммомикрон поражаются, как правило, верхние дыхательные пути. Часто инфекция достигает легких. Сейчас значительно реже на компьютерной томографии выявляют поражение легких. А потому бояться дистанционного контроля медиков не стоит, пояснила Ирина Анатольевна. Если пациент переносит вирус в легкой форме, у него нет сопутствующих хронических патологий, его температура не поднимается выше 38, врач может по телефону определить дальнейшую тактику лечения. Сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, достаточно выраженная, та же самая гипертоническая болезнь, в анамнезе инсульты, инфаркты. Есть ли у пациентов хроническая почечная недостаточность, либо онкологическое заболевание, которое требует достаточно серьезного лечения, или ревматологические заболевания, которые тоже поддерживаются супрессивной терапией, которые снижают иммунитет. Вот эти граждане плюс беременные женщины должны относиться к себе очень внимательно. При любом ухудшении самочувствия нужно немедленно сообщить врачу о своем состоянии. Специалисты будут стараться осматривать таких пациентов очно и консультировать на дому. Нужно следить за температурой тела. Если на протяжении трех дней она держится на отметке 38 градусов или даже превышает ее, важно также сообщить об этом доктору. Важно понимать, что сейчас огромная нагрузка легла на систему здравоохранения, в целом и амбулаторную службу в частности. Чтобы нам как можно быстрее и без особых потерь выйти из данной ситуации, мы должны сейчас со всеми с вами объединить свои усилия и взаимно помогать друг другу. Я хочу сказать, что для того, чтобы сейчас улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе, в амбулаторной службе предприняты многие шаги. Например, увеличено количество телефонов для вызова на дом пациентов, как в первой поликлинике городской, так и во второй поликлинике для сотрудников Федерального ядерного центра, так и в детской поликлинике. Кроме того, во всех поликлиниках образованы ковид-центры. Их номера в первой поликлинике 9-55-43 и в поликлинике номер 2 9-52-64. Также с этой недели работает круглосуточная горячая линия 8-958-835-93-83. Однако при резком ухудшении состояния нужно обратиться именно в скорую помощь, напоминает заведующая поликлиникой. «Несколько недель нам всем придется очень сложно, но полагаем, что весну будем встречать в хорошей эпидемиологической обстановке», добавила Ирина Анатольевна. Дети все чаще болеют коронавирусом. За последнюю неделю число заболевших увеличилось более чем в два раза. 21% общего количества пациентов, находящихся на лечении, это именно дети. 97% лечатся амбулаторно. Госпитализировано в России почти 10 тысяч детей. Регионы увеличили количество коек для лечения практически в полтора раза. К сожалению, среди госпитализированных возросло и количество детей с тяжелым течением заболевания в 0,6 раза, пояснил на заседании Михаил Мурашко. «Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Отмечу, что вакцинация подростков проходит добровольно, исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Кроме того, в соответствии с нормами действующего законодательства, непосредственно перед вакцинацией, родители это согласие оформляют добровольное. В том числе, подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно». Уже вакцинировано почти 17 тысяч детей и подростков. Темпы вакцинации взрослого населения недостаточны, пояснил Михаил Альбертович. Также спикер призвал население пройти ревакцинацию для того, чтобы избежать тяжелого течения заболевания. Особенно это относится к людям старше 60 лет и имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учете. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о том, что в условиях пандемии коронавируса у регионов есть право временно приостанавливать оказание плановой медицинской помощи по некоторым профилям. «Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь именно «временно». Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь. При этом прошу держать на контроле вопрос оказания медицинской помощи детям. На это особое внимание обращал президент. А также не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения. Например, онкология». С ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения. Прежде всего, на первичное звено. Врачи практически круглосуточны и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, проходящим лечение на дому. В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, пояснил Михаил Мишустин в своем вступительном слове. «Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирования, выделим около 400 миллионов рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения омикрона. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации». Доминирующим штаммом в России стал омикрон. «Он выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации», – дополнил премьер-министр. Анна Пилипец, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. С 2020 года льготы физическим лицам предоставляют в беззаявительном режиме. Если человек сам не обратился с заявлением, то налоговая предоставит льготу на основании сведений, которые есть в инспекции в соответствии с федеральными законами. Некоторые категории граждан имеют право на льготы по налогу на имущество. Категории граждан, которые имеют право на льготы по налогу на имущество физических лиц, прописаны в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Основными категориями граждан являются пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, военнослужащие, ветераны боевых действий. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – квартиру, комнату, жилой дом или гараж. А если у человека есть две квартиры, то льгота распространится на тот объект, где исчисление налога произойдет с максимальной суммой. Основная льгота по земельному налогу – это налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. Пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Льгота предоставляется в отношении одного земельного участка с исчисленной максимальной суммой налога. Пенсионеры и инвалиды также имеют право на льготу по транспортному налогу. Это 50% на один легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. А стопроцентную льготу предоставят родителям, ребенка-инвалида, многодетным семьям, участникам Великой Отечественной войны. За подробной информацией о льготах обращайтесь по телефону налоговой службы 3-48-37. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Взрыв прогремел вечером 3 февраля на пятом этаже в доме номер 30 по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, причина – неосторожное обращение с газовым оборудованием. Один из жильцов пытался самостоятельно остановить в квартире газовую плиту. В результате взрыва пострадали двое. У женщины случился гипертонический криз. Ей оказали помощь на месте. Мужчина получил ожоги 75-80% тела и был госпитализирован. Им оказался 46-летний сотрудник ННГУ имени Лобачевского. По информации паблика «Регион 52», мужчина выращивал дома галлюциногенные грибы, за что днем суд вынес ему приговор 3 года условно, а уже вечером в его квартире прогремел взрыв. Погибших нет. Из дома эвакуировали 49 человек. Более 120 человек и более 30 единиц техники работают на данной чрезвычайной ситуации, в том числе от МЧС России, более 50 человек и 18 единиц техники. В данный момент все заинтересованные органы власти занимаются установкой причин и принятием всех необходимых мер, в том числе по работе с населением. Работают психологи, работает администрация, все заинтересованные органы власти. Пункт временного размещения развернули на базе 185-й школы Нижнего Новгорода. Сюда обратилось 12 человек. Гражданам оказывается вся необходимая психологическая помощь. Кроме того, в пункте организовано горячее питание. К сожалению, подобные случаи не редкость. Порой даже простое приготовление ужина может закончиться трагедией. Поэтому всегда нужно помнить простые правила безопасности. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть, если вы приготовление пищи, то нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованность помещения. Обязательно проверять работу вентоканалов, домоходов. Газовое оборудование требует особого внимания не только, когда его используют. Требования безопасности нужно неукоснительно соблюдать всегда. Когда не пользуетесь плитой, закрываем все краники на плите, закрываем кран на газопроводе. Утечка может быть не только в плите, она может быть в соединениях каких-то. Исправность газового оборудования проверяют раз в год. При этом сотрудники газоснабжающей компании осматривают инженерные коммуникации в подвалах, подъездах. Если специалисты обнаружат падение газа в трубах, то это значит, что где-то есть утечка, которую нужно немедленно устранить. Самовольно подключение газовых приборов запрещено, потому что это может привести к летальному исходу. И даже не то, что они себя этой опасности подвергнут, они подвергнут опасности окружающих. О проблемах с газовым оборудованием можно узнать и по оттенку пламени в комфорках. Его цвет зависит от поступающего в систему кислорода. Если жильцы видят, что пламя у них стало оранжевого или желтого цвета, то необходимо обратиться в газовую службу, потому что пламя на самом деле должно быть такой голубоватый, фиолетовый цвет иметь. При любых проблемах с газовым оборудованием следует звонить по телефону 04. Анна Пилипец, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Онкология – диагноз, который может разделить жизнь на до и после. Каждый, кто столкнулся с этим недугом, знает, насколько тяжело физически и эмоционально переживать период принятия, а потом и изнурительного лечения. Ольга Бартаковская узнала о раке груди в 2019 году. Как только она почувствовала новообразование, то незамедлительно обратилась к врачу. Неутешительные результаты обследования открыли совершенно новый период в жизни Ольги. Начался путь сдачи анализов, какие-то дополнительные исследования. Вот этот путь был самый сложный, когда ты, в принципе, уже знаешь, что у тебя онкология, что время работает против тебя, но тебе нужно время для того, чтобы вот этот вот путь пройти, подготовиться к операции и к лечению. Уже после первой химиотерапии врачи заметили у Ольги положительную динамику. Но еще месяц женщине не пришлось восстанавливаться после курса химии. Затем последовала операция, в результате которой Ольге удалили две груди. Как ни парадоксально, но то время, когда Ольга боролась с онкозаболеванием, не сломила дух Ольги, а подарила только еще больше сил и вдохновения для нового этапа жизни. Я начала думать вообще, что со мной происходит, что со мной происходит, что я чувствую, почему я это чувствую. И вот этот вот путь, он оказался для меня самым верным, когда я начала находить какие-то там обиды, с которыми я там жила уже даже 30 лет, 20 лет. И стала разбираться в себе, стала развиваться в этом направлении, интересоваться. Сейчас Ольга работает консультантом по работе с эмоциями, помогает людям и делится с ними своими личными опытом и знаниями. Прошлое с онкозаболеванием помогло женщине переосмыслить настоящее. Если вы узнали о страшном диагнозе, то Ольга советует не опускать руки, но и не сдерживать эмоции. Дайте себе их пережить и выплеснуть. Включите режим энергосбережения и отнеситесь к себе с вниманием и заботой. Вникайте в лечение, контролируйте процесс лечения, потому что нам кажется, что кто-то там нам должен что-то. Никто нам ничего не должен. То есть наше здоровье – это наша ответственность. Занимайтесь сами, спросите, не бойтесь спрашивать врача, лучше задайте миллион вопросов. Самое главное, что нужно запомнить – дорогу осилит идущий. Не теряйте надежды на выздоровление, берегите себя и не занимайтесь самолечением. Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. По количеству нецензурных слов и выражений русский язык оказался на третьем месте в мире. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 29% россиян никогда не употребляют в речи нецензурные выражения. У 70% опрошенных большинство знакомых употребляют мат в своей речи. Мат глубоко проник в нашу жизнь. Его можно услышать не только на улице, но и в фильмах и передачах, найти в книгах. Есть даже отдельные словари, посвященные нецензурной лексике. На сегодняшний день библиотеки, такие издания, стараются убрать из свободного доступа. И они у нас хранятся в отдельных стеллажах. И когда возникает необходимость, это может быть какая-то научная работа в том числе, или просто взрослый человек хочет почитать какие-то книги 18+, которые содержат нормативную лексику, мы, конечно, по спросу этого даем. Как говорит статистика, матом ругаются почти все, причем независимо от статуса и возраста. И если в некоторых ситуациях нецензурная лексика, если не абсолютно уместно, то точно никого не шокирует, то в таких учреждениях, как школы, библиотеки, кафе, рестораны и прочие места, где вас могут услышать дети или незнакомые вам люди, следить за своей речью обязательно. Как вы относитесь к мату? Плохо. Плохо. А используете ли его? Нет, не использую. Вообще не использую. А почему? Вообще не использую. Не знаю. Так воспитан. Положительно. Положительно. А сами ругаетесь? Иногда. Иногда. Отлично. А если человек рядом с вами ругается? Если по делу, значит нормально. Плохо. Плохо относитесь? Сами не ругаетесь? Нет. А в окружении кто-нибудь ругается? Как вообще? Ну, в дом у нас как бы нет. Не ругается особо. Сын не ругается. Если вы замечаете за собой, что употребление мата вышло за рамки ситуативного, то, пожалуй, с ним пора начать борьбу. Попросите коллег делать вам замечание. Используйте штрафную банку за ругательство или резинку на запястье. По мнению психологов, хорошо работает и такой метод. Когда разговариваете, представляете, что рядом с вами находится ваша бабушка. И если сложно планировать все эти меры на долгую перспективу, опробуйте их в день отказа от нецензурной брани. С самого начала года учащиеся детской музыкальной школы имени Балакирева окунулись в активную конкурсную деятельность. В международном многожанровом конкурсе «Новогодний калейдоскоп талантов» участвовали около тысячи человек со всей России и ближнего зарубежья. Хотя Ольга Сидякина учится на Домре только второй год, она уже добивается первых серьезных результатов. На конкурсе девочка достойно представила Саров и завоевала диплом лауреата второй степени. Мне понравилось, как я сыграла. Мне понравилась та пьеса. Мне было несложно готовиться. Но готовились мы. Мы сняли видео и отправили его на конкурс. В международном марафоне «Старый Новый год» участвовали около трех тысяч юных музыкантов, танцоров и художников. В этом марафоне не оценивали ребят и не присуждали им места. Благодарственные письма получил каждый участник, в их числе и Любовь Симонова. Для девочки это второй музыкальный фестиваль за два года ее обучения. Я играла руссконародную песню «Ах, весеннее». Нам в садик приезжал концерт с Домрой. И там можно было записаться на Домра, в музыкальную школу. Мне очень понравился этот инструмент, и я решила туда записаться. Из-за коронавирусных ограничений учащиеся музыкальной школы уже давно не выезжают на очные конкурсы. И участие в них в онлайн-формате – единственная возможность показать себя и оточить музыкальное мастерство. Хоть это и не сравнится с выступлением перед живой аудиторией. У нас сейчас мало проходит концертов очно, где воспитываются в детях умение себя собирать. Интерес какой-то, чтобы тебя тоже посмотрели вживую. Получается, ты снимаешь на видео, можно еще раз переснять. И они уже знают, что где-то если ошибся, еще переснимут. Хочется детям уже выступать вживую. Сейчас девочки уже готовятся к следующим музыкальным событиям – областному конкурсу народных инструментов в Арзамасе и конкурсу «Весенние наигрыши» в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Изучать историю народов России можно разными способами. Например, занимаясь декоративно-прикладным искусством. Процесс создания глиняной поделки очень долгий и кропотливый. Нужны не только навыки лепки, но и знания особенностей культуры народа. На самом деле это делается не так сложно. Сначала делается набросок на альбоме, потом рисуется на большом листе, потом уже через большой листок, через кальку переводится на глину. Потом, когда я сделала, она обожглась, потом, когда вышла, я ее раскрасила глазурью, и она еще раз пошла в печку. На отделении керамики дети учатся 5 лет. На первом курсе они изучают народные промыслы, знакомятся с дымковскими, филимоновскими, каргопольскими игрушками, получают базовые навыки керамики. Каждый год программа усложняется. Ученики продолжают выполнять работы на различные темы. При этом они уже используют несколько техник создания деталей. Чем керамика хороша, то здесь каждый ребенок и каждый мастер, скажем так, взрослый даже, кто если ходит, может найти свою нишу и свой стиль лепки, который подойдет именно ему. Даже чем это хорошо. Некоторым детям не свойственна аккуратность, но есть техника лепки, скажем, из пластов и техника лепки панно, где не надо тонкой проработки деталей. А как раз и большие эти детали эффектно сказываются на этой лепке. Всероссийская выставка «Гончары России» проходит раз в три года. Работы Анфисы Мухиной, ученицы второго курса объединения «Сток» и преподавателя Снежаны Калинкиной вошли в каталог конкурса. Это был конкурс «Гончары России. Народные традиционные промыслы и игрушки». Мы посылали с ней, так как мы изучали абашевскую игрушку, прошла абашевская ее игрушка. По окончанию выставки работы саровских авторов вернулись в кабинет керамики детской школы искусств номер 2. Сейчас воспитанники этого отделения готовят подделки для участия в городской выставке. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. Два дня – девять профессий. Стать барабанщиком или знаменосцем, уверенно держаться на сцене или научиться писать статьи в школьную газету. Всему этому ребята обучают в школе пионерских профессий. В прошлом году занятие пришлось отменить из-за пандемии, поэтому в этот раз пионерам было вдвойне радостно встретиться в родных стенах Дворца детского творчества. Работу секции начали со знакомства и водного теоретического материала. Профессию барабанщик ребят осваивали самые основы – выработки ритма. Мы учим ребят игре на барабане. Первый этап – это когда они учатся играть, учат сами сигналы, играть на ладошках. Потом они играют на карандашах, имитируют палочки. Ну а завтра мы уже будем представлять ребят на барабанах. И я захотела стать барабанщиком именно потому, что мне очень нравится эта профессия. А на барабанщике они выступают чаще всего на разных мероприятиях, на вынознамени и много везде всяких походах или всяких встреч. Пионерскую организацию нельзя представить без Орлятского круга, в котором звучат песни о мире и дружбе. В секции «Друг песни» учащиеся знакомились как с традиционным пионерским репертуаром, так и с новыми произведениями. Ребята пробовали исполнить песни под гитару под руководством старших наставников. А на дом получили задание – выучить куплет и припев понравившейся композиции. Мы поем песни, конечно же, рассказывая об авторе песни, о краткой истории данной песни, как она прижилась в нашем союзе, значение ее для нашего именно городского союза «Сияющие звезды». Ну, дальше идет практика. Мы поем, много поем. Пионер – это человек, на которого всегда смотрят, которого слушают и на которого равняются. Поэтому он должен уметь хорошо и достойно держать себя на публике, преодолевать волнение, правильно поставить голос и дыхание, уверенно вести себя на сцене во время выступлений. Ребят учили на станции, актерское мастерство. Занятие у юных артистов проходило в три этапа. Мы изучили историю и, в принципе, теоретическую часть – как держать себя спокойным. Дальше мы будем изучать непосредственно речитатив, то есть как лучше разговаривать, как разработать мышцы лица для того, чтобы лучше и четче разговаривать. А на следующем занятии у нас будет непосредственно небольшая импровизация, на которой мы попросим детей именно раскрыть свои таланты актерские. И когда мне предложили сходить, я с радостью согласился. И был бы очень рад, чтобы меня этому научили, чтобы я потом кого-то мог обучать. В школе пионерских профессий работали еще шесть секций – знаток символики, оформитель, гарнист, организатор КТД, мастер игры и юный журналист. На второй день на финальных занятиях новички получили индивидуальные задания. После их выполнения пионерам выдадут сертификаты об успешном освоении профессии. Первая коллекция, которая открывала модный базар, называлась «Птица ряба». Здесь не было привычного шествия моделей по подиуму с каменным выражением лица. Наряды представили танцевальной постановкой, которую подготовила Анна Козловская. Элемент юмора в коллекции – красные гребешки. Если их отстегнуть, то стильный лук можно носить и в повседневной жизни. Юмор в моде сейчас так актуален. На мой взгляд, по двум причинам. Первая – это из-за избытка информации, картинок, которые нам диктуют в соцсети, тикток. Очень сложно удивить кого-то чем-то оригинальным. И второй момент – это пандемия, которая облачила нас в маске, и мы закрылись от людей. А раз эмоции так надежно спрятаны под маской, то улыбнуться миру в первую очередь можно с помощью одежды, считает Инна Гриор. Юмор стал лейтмотивом всего вечера. Например, в презентации рассказали о нестандартных модных показах этого века, дизайнерах, которые покоряют большой подиум, создавая ироничные коллекции. Второй показ также был не лишен своего шарма. Коллекцию «Занавеска Сергеевна» представляли сами гости вечера. Организаторы выбрали четырех человек из зала и отправили примерять новые образы. Я не первый раз присутствую на модном базаре. Мне очень нравится. Шестой сезон в этот раз. Он просто впечатляет, как всегда. Елена Бабина, ведущая базара, тоже неповторимый дизайнер, удивительный человек. Гости соревновались в придумывании забавных надписей на футболке. Лучшие выбрали лозунг «Мода – свет, ла-мода – тьма». Футболки с этой надписью победители скоро получат в подарок. Ну а больше о коллекциях и на Гриор можно узнать в программе канала «16» актуальное интервью, гостем которой стала дизайнер. Город засыпает, просыпается мафия. С этих слов начинается логическая игра. В Сарове мафия существует уже около шести лет. За это время ее посетило более трехсот человек. На матче собирается 10-11 человек. Такая психологическая игра. Смотришь на реакцию, на поведение людей. Вычисляешь мафию. Ууу, какие у нас там споры иногда бывают. А главное, после игры все спокойно и все нормально, и все хорошо. Организаторы Саровской мафии приглашают всех желающих посетить клуб «Закрытый город». Здесь новичков обучат всем правилам игры. Главное – проявить желание и энтузиазм. Игра «Мафия» научит лучше разбираться в людях. Также она разовьет логическое мышление и даже интуицию. «Мафия» улучшит ораторское мастерство. Она учит не зацикливаться в своих первоначальных убеждениях. В игре они могут быть ошибочны. У нас в «Мафии» четыре основные роли. «Мафия», «Дон», «Мафия», «Мирный житель» и «Комиссар». И каждая роль важна и очень интересна. Кем бы ты ни был, очень интересно играть. Даже простой «Мирный житель». Иногда им даже интереснее играть, чем каким-нибудь «Доном» или «Комиссаром». Примерить на себя роль мафиози, комиссара или мирного жителя может любой желающий, достигший 16 лет. Игры проходят каждую субботу в 19.00 в Молодежном центре. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 908 235 59 17 или написать в группу ВКонтакте «Клуб салона мафии» в Сарове «Закрытый город». Три забега, две медали. Воспитанница спортивной школы ИКАР Мария Девяткина достойно выступила за сборную Нижегородской области в первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования по лёгкой атлетике среди юниоров проходили в Ульяновске три дня. В составе эстафетной команды 4 по 200 метров Мария Девяткина заняла первое место. А в личном зачёте спортсменка взяла бронзовую медаль в беге на 400 метров. Результат на данный момент хороший, потому что я бежала в этом сезоне первый раз свою дистанцию, это 400 метров. Но по технике, в принципе, всё было хорошо. Но ошибки всегда есть, недочёты тоже. Я думаю, я их постараюсь исправить, и уже через две недели на первенство России я покажу достойный результат. Начало сезона – это самый разгар интенсивных тренировок и подготовки, поэтому соперники не давали друг другу расслабляться. Хотя, как признаётся Мария, на первенстве по лёгкой атлетике царил не столько соревновательный дух, сколько дружеская поддержка. Тренер также доволен результатом своей воспитанницы, ведь спортсменка смогла пробежать на соревнования по определённой технике. Мы, получается, целый месяц провели в Кисловодске. Мы там тренировались, потом приехали сюда, уже продолжили тренировки здесь, в Сарове, и с начала января где-то начали подводиться к БФО. Мария Девяткина занимается лёгкой атлетикой уже около 10 лет, и на каждом соревновании она стремится показать высокие результаты, особенно на первенстве России. Все призовые места Марии – это её упорный труд, жёсткая дисциплина и целеустремлённость, которой можно только позавидовать. Мне нравится бегать, мне нравится улучшать технику, мне нравится что-то смотреть, всякие видео в том же Ютубе, да и просто в Инстаграме очень много всего интересного оказывается. То есть это не просто стало побежало, нужно именно по какой-то технике бежать, именно нужно так ногу выносить, стопочкой толкаться. Это очень всё забавно. Сейчас лёгкая атлетка готовится к первенству России среди юниоров, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 17 февраля.